Доброе утро! Несколько поводов для поздравлений есть, да? Во-первых, госэкзамен вы сдали на «Отлично», с чем вас и поздравляем. Ну и хорошо выступили на этапах Кубка мира, да, Виталий? Мы следили, честно, у нас новости спорта, все показывали, мы отслеживали. Вопрос первый, логичный, как вы все успеваете? Секрет в чем? Ну, скажем, наверное, это все нужно, и спорт, и тренировки, и учеба, это все понадобится, поэтому в этом нет ничего сложного, если все правильно делать постепенно, размеренно. Вот как у меня получилось, например, с учебой, получается так, что, наверное, 10 месяцев в году я провожу на сборах, на соревнованиях. Вот о чем и речь. Да, ну, с преподавателями мы договорились так, что я буду учиться дистанционно, то есть они мне по интернету отправляют задания. То есть прям вот сидите, что-то делаете, отправляете? Ну, скажу, что не всегда получается, иногда соревновательный период это очень сложно сделать, потому что настраиваешься, тренируешься, а на сборах у нас есть достаточно свободное время, по 2-3 часа вечером, когда можно открыть или книжки, или интернет, и поучиться. Какой дисциплинированный человек. А вот откуда такая страсть к учебе? Это вы забота о будущем или просто нравится учиться? Да, просто у вас же еще юридическое образование, а теперь еще уральский федеральный, зачем столько? Ну, первое, юридическое образование, это, наверное, как раз забота о будущем, а второе, вот образование в Уральском федеральном университете, это уже больше по специальности, мне это интересно, мы нажимаем в социальной сфере, на кафедре физкультуры и спорта. В принципе, это мое родное, это мне близко, и я думаю, что если дальше связывать свою судьбу со спортом, или быть тем же тренером, или в какой-то другой сфере, или вот в той сфере, в которой я сейчас стружусь по фонду, то есть это мне интересно, это мне надо, и я с удовольствием учусь на этом факультете. Тренеры как относятся? Да. Тренеры всегда поддерживают, потому что учеба это святое, и спортсмен должен быть не только физически сильным. То есть нет такого, закрой книжку, иди тренируйся. Нет, нет, такого нет, они понимают все, что учеба очень важна, и на это только открытая дорога нам. А по поводу вот юридического образования и заботы о будущем, мне так понравилось, как-то вы хором так сказали. Это маме и папе спасибо, или это все самоосознанно как-то произошло? Получилось так, что да, и маме и папе спасибо, и сестре старше, потому что так уж принялась я по ее стопам. Она на три года у меня старше, Анастасия, которая сейчас выступает за Словакию, и она на три года у меня старше, и так получилось, что я всегда шел по ее стопам. В ту же школу, в тот же институт, на лыжи. С тем же видом спорта. С тем же видом спорта. Ну, насколько я понимаю, это не только за сестрой, да, потому что спорт это же династийное, да, у вас, насколько я понимаю? Ну, у вас получилось так, что и мама, и папа, спортсмены, и сестра, племянника ставите уже на лыжи? Подождите, все биатлоном занимаются или нет? Ну, родители, мастера спорта и по лыжам, и по биатлону. А, и по лыжам, и по биатлону у вас в крови, можно сказать. Да, когда я начал заниматься лыжами, где-то в районе 6-7 лет они занимались еще тренерской деятельностью, и поставили меня вот в том возрасте на лыжи. И, конечно, спасибо им, привили любовь к этому виду спорта, и по сей день я люблю лыжи. Я сижу и восхищаюсь, потому что я всегда пыталась как угодно избежать уроков физкультуры, чтобы не ходить на лыжах. Для меня это казалось такой пыткой, это же так сложно. Ну, вот сидим мы здесь такие вот два на этом диване, а вот там сидит, на соседнем диване, настоящий герой, человек, который преодолел это все. Возвращаясь к теме династийности, знаем, что у вас племянники есть, как-то приобщают уже к спорту, к биатлону? Может, вы приобщаете? Да, постоянно катается. Я помню, ему еще было, наверное, годика три, родители уже купили маленькие лыжи, маленькие ботинки, как раз для этого возраста, и уже с собой катали. Своих детей тоже будете ставить на лыжи? А маленькую винтовку? Нет стреливать. Винтовку еще нет. Своим детям я, наверное, предоставлю выбор, потому что не буду их заставлять заниматься лыжами или биатлоном. В принципе, детям надо заниматься каким-то спортом для развития. Каким спортом будут заниматься мои дети, они уже сами выберут. Я думаю, что тут выбора вообще не стоит. Ну, посмотрим. В детстве это все понятно. Там кумиры – это мама, папа, родственники. А есть ли какие-то, ну, не обязательно кумиры, да, а люди, на которых вы равняетесь, когда идете к профессиональным достижениям? Примеры для подражания. Да, примеры для подражания. Для меня всегда был пример для подражания. Это Ульейнер Берндаллин, норвежский спортсмен, атлет, который завоевал, наверное, больше всех, ну, не больше, ну, в биатлоне, наверное, больше всех олимпийских медалей, медалей из чемпионата мира, с кубков мира. Он, конечно, для меня очень большой пример. Сейчас до сих пор он выступает. Я еще смотрел маленький по телевизору, как он завоевывает медали. Теперь я с ним борюсь на одной трассе. А потом он идет на пенсию, будет на вас смотреть и болеть. Самое, наверное, восхитительное – это то, что он в таком возрасте, как сейчас, находит мотивацию, выходит на старт и еще пытается выиграть. Это, наверное, самое основное, самое важное. Потому что, сколько я себя отлично помню, он всегда, по-моему, на трассе как был. Вам-то удавалось с ним пообщаться? Да, сейчас очень хорошо общаемся с норвежскими спортсменами и с Ульейнер Берндаллиным тоже. Он просто знает секрет молодости и знает, где находятся молодильные яблочки. Кстати, удалось подсмотреть эти секреты? Почему? Что в этом человеке есть такое, что он все время побеждает и побеждает? Ну, он уже очень хорошо себя знает, у него индивидуальный подход. Мы в этом году даже с ним проводили несколько тренировок совместных. Я помню, были в Австрии, он нас взял с собой в поход, в горы. Мы ходили часа 3-4. Ну, конечно, секрет, наверное, главный, что он очень чувствует свой хороший организм и тренируется так, как ему надо. Ну, будем надеяться, что это передается. Надеюсь, приобщение. Ну, давай. Да, мы сказали просто, что у вас очень много всего в жизни происходит. Это и учебы, и тренировки, и постоянные соревнования, и, ну, так, олимпийские игры, между делом. Что касается благотворительного фонда, расскажите, пожалуйста, о нем, как появилась идея. Все-таки благотворительностью занимаются люди более зрелого возраста, а вы так, в молодом возрасте, решили уже свой фонд создать. С чем связано? Идея появилась после того, как я приехал с Олимпиады 2010 года, заработал какую-то часть денег и решил, что нужно поделиться. Какую-то часть отнес в церковь и какую-то часть вот решил именно съездить в детский дом, причем не просто перевезти или отдать деньги, а что-то купить и привезти. Купил несколько компьютеров для детей, съездили с другом в детский дом. Конечно, посмотрел на эту ситуацию, как живут дети, как им тяжело. Через дня два-три, наверное, появилась эта идея, почему бы не создать фонд, чтобы помогал не только я, а собирать средства и уже помогать так более масштабно. То есть фонду уже два года, да? Ну, почти два года. С 2010 года. Ну, в ближайшее время, буквально с 23-го, это уже со вчерашнего дня, да, по 30 апреля у вас благотворительный аукцион проходит. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Ну, это третий, уже третий аукцион у нас проходит, спортивных вещей. Я, наверное, уже так принято, что в конце каждого сезона хожу с протянутой рукой по биатлонистам. Шапочку дайте, пожалуйста, очки не выбрасывайте. Ну, примерно так, да. В этом году у нас сейчас, 23-го числа у нас состоялся уже третий аукцион. Вещи очень хорошие. Это вещи Улейна Робердалина, Свенсона, то есть Магдалена Инойна, Артуры Бергер, тех элитных биатлонистов, которые сейчас стоят в топе. И я думаю, много желающих будет, которые захотят купить. Желание всех фанов, фактически. Вы сказали, что третий раз уже проводится. А дача есть? Дача есть, да. За первый аукцион мы заработали около 200 тысяч рублей. Это, в принципе, неплохая сумма. И детям, я думаю... Да, я просто, почему перебиваю, я вот хотела, чтобы сейчас появилась плашка. Ваш сайт, фондшипулин.рф, на сайте проходит аукцион. То есть все желающие могут зайти, принять участие посильнее, ну и, наверное, каким-то образом посодействовать и тоже помочь, верно? Да. Ну, а мы вам можем пожелать только и успехов и в вашей учебе, и в карьере, ну и... И полюбопытствовать. И благотворительность. Ну, давай, хорошо, любопытствуй. Я просто так желаю, так желаю. Давай, 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 давай. Какие планы? Что дальше? Какие крупные соревнования масштабные? Ну, сейчас у нас будет... С 15 мая начинается первый сбор, где все лето мы будем готовиться к соревнованиям. Будет промежуточный чемпионат мира, чемпионат России по летнему биатлону. Ну, а в основном готовимся к зиме, и в ноябре уже начинается старт основные кубки мира. Ну, удачи. Вот теперь удачи. Да, теперь удачи. Спасибо огромное, Антон. Вот услышал про летний биатлон, но нет уже времени, чтобы спросить. Так что ждем вас еще несколько раз у нас в гостях студии. Будем звать. Ну, а прямо сейчас... Как маневрировать? Да, на трамвайных путях расскажет рубрика «Проезд разрешен».